В пункте временного размещения сейчас проживает 69 детей школьного и дошкольного возраста. Из них 31 ребенок с 1 сентября приступит к обучению в Самаре. Их примет 43-я школа. Насколько ребята и их родители готовы к учебному году, проверила глава города Елена Лапушкина. Двое детей из числа временных переселенцев пойдут в первый класс. Обучение в школе начинается именно здесь, у нас в Самаре. Конечно, хочется, чтобы это запомнилось им как праздник, и чтобы действительно получали качественное, хорошее образование. В этом году здесь два выпускника, два одиннадцатиклассника. Разговаривала с молодыми девочками, они сказали, что в школе они замечательно себя чувствуют, что у них и друзья, и, в общем-то, идут в школу с удовольствием. И это очень радует. Для них вот эта мирная, спокойная жизнь, мирное, спокойное обучение в образовательной школе, ну, наверное, кто-то уже и забыл, что это такое. И действительно, нам хочется, чтобы вот у них на душе было спокойно, чтобы они получали здесь ровно то, что должны получать абсолютно все дети с земли. Первого сентября для учащихся первых, девятых и одиннадцатых классов пройдут торжественные линейки. Для всех остальных организуют классные часы. Всех детей с пункта временного размещения будут доставлять в школу и обратно централизованно на автобусах, как в первую, так и во вторую смену. Все дети у нас обеспечены канцелярскими товарами, предметами первой необходимости. Школу обеспечивают учебниками. На территории ПВР созданы условия для подготовки и написания домашних заданий, домашних работ. Соответственно, все организационные моменты урегулированы. Также в школе дети получают у нас бесплатное питание, либо завтрак, либо обед, в зависимости от смены обучения. Напомним ранее, глава Самары провела совещание в городской администрации по подготовке школ к учебному году. К обучению приступят 128 тысяч детей, из них почти 15 тысяч пойдут в первые классы. В образовательных учреждениях города прошли проверки, по итогам которых все школы, детсады и организации дополнительного образования признаны готовыми к безопасной и комфортной работе. В 34 заведениях провели капитальный ремонт пищеблоков и обеденных залов. Еще в 31 капитально отремонтировали кабинеты ограждений, обновили материально-техническую базу. Повышенное внимание к безопасности школьников. Из почти 500 образовательных учреждений, расположенных на территории города, 157 выходят на уличную дорожную сеть. Там нанесли разметку, проверили установку светофоров и лежачих полицейских. По распоряжению главы города, в связи с начавшимся ростом числа заболевших коронавирусом, в школах сохраняется контроль температуры перед началом занятий. Все учреждения по-прежнему должны быть оснащены средствами дезинфекции и устройствами обеззараживания воздуха. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.